Здравствуйте еще раз. Мы начинаем наше общее собрание Союза акварелистов России. Ольга Викторовна. И я как могла, так и отстроила прямой эфир. Собрание Бруса Ксения Николаевна. Она присутствует здесь и, возможно, вы ее... Да, добрый вечер. Инициирую ходательство и хочу вынести на голосование о присвоении почетного звания за Ибрагимову Камилию Наби Ахмедовичу. И также мы сегодня будем принимать в союз новых членов организации. У нас подготовлена экспресс-выставка. Каждый художник присылал 10 картин в электронной заявке. Обычно художный совет рекомендовал одну картину. И вот она, это одна, либо какая-то другая, что художник решил позиционировать себя. Это участие организационное в этом проекте. Также... ...на вероятность в профессорском уголке. Что-то тут все подписано. Я просто пристала. Я помню, что там очень богатая история у семьи Викетова, у нашего архитектора и художника, который и писал акварели, и строил... У него большое наследие архитектурное. И там что-то с писателями и с Блоком связано, что-то там и с Алчевскими. Потому что раньше вся жизнь творческая проходила в Санкт-Петербурге. И в них вот в этом профессорском уголке у таких вот известных архитекторов и художников были какие-то удачи, которые сейчас они в музеи. И можно их посетить. Так, про Нейнмарик, молодушку мы подключили. Когда приходили акварели и была распечатка то, что мы сейчас здесь видим, там внутри было посправление от... Сейчас я скажу от кого. Так, от Екатерины Раевских. Вот такую открытку со своей акварели. Открытка. Замечательно. Давайте подчеркнем от Екатерины Раевских. Здравствуйте. Благодарю за возможность присоединиться к Союзу Круглистов. Хочу пожелать в новом году стабильности и делу форму, чтобы вступающих было еще больше, а работы и выставки становились интереснее. Благодарю. Прилагаю вам открытку с моей иллюстрацией к настоящему празднику. Вот. Очень мило. Екатерина, спасибо большое. Мы все получили. Дед Мороз до нас дает открытку. Мы видим. Вот мы ее показываем. Также у нас с акварелями очень тонкие и нежные. Вот пришли такие вот. Людмила Лунс прислала. Поздравление. Наверное, оно есть. Но вот такие вот открытки я тоже хотела показать. Они были внутри. Очень приятно, что наши художники вот что-то издают. Уже рядом стоим с какими-то мастерами, состоявшимися. Даже страшно такую красоту держать в руках. Но вот хотела всем показать, что вот пришли такие вот работки. И еще раз скажу, Людмила Лунс. Вот такие вот тонкие, акварельные, что-то в открытке изданные работы. Так. А, у нас был... Ох, я модные слова, не знаю. Вы знаете, в этом году есть несколько модных слов, которые называют слово года. Хочу их произнести, чтобы в нашем эфире они произвучали. Значит, это искусственный интеллект. Это нейросеть. И вот, пользуясь тем, что мы очень современная организация, мы умеем пользоваться социальными сетями. У нас YouTube-канал, у нас очень крупная группа союза акварелистов ВКонтакте. И я хочу рассказать, что так как мы принимали на почту, то есть у нас основная организация, то, что мы приглашаем художников, ведет просмотр, ну, идет через электронную почту. И получается, что я предложила, что давайте спросим у людей, чтобы я на общем собрании озвучила то, что их волнует, чтобы они прислали какой-то запрос, что они спрашивают и что они хотят узнать. И почему-то совершенно не было отклика. Может быть, не верили, что я буду озвучивать эти вопросы, такая ответошная у нас сейчас начинается. Может быть, еще по каким-то причинам. Но вопрос поступил всего один. И я почту, да, я уже даже под самый, сегодня вот, получается, 29-е, и я эту почту смотрела, смотрела, ждала, ждала вопроса. Притом у всех, всем было рассылки, что вот мы же ждем от вас. Но, ладно, у нас есть только один вопрос. И я надеюсь, что в следующем году их будет много. Все наши действующие резиденты пришлют, то, что их волнует. И мы здесь озвучим, что-то обсудим и узнаем. Узнаем. Значит, вопрос звучал так. Как запланировать и провести пленэр от Союза аквариалистов в Великом Новгороде? Спрашивает Кокорникова Инна Яковлевна. И вот мы как раз только-только обсуждали эту проблему с Марченко Татьяной Николаевной. Это было предложение, мы это обсуждали, что возможно на следующее лето, либо на... На Новгороде потеплеет, потому что сейчас ровная история, уже в Лидной Родочнике подразумевается улица, что мы что-то запланируем именно в организационном, а художники у нас все уже состоявшиеся и едут, и мы что-то вот проведем, что-то хорошее в Великом Новгороде. Новгород у нас... Сейчас я даже вот ехала на остановке, у меня такой как девиз «Новгород родоначальник России» или как «Родина России». Так необычно звучит это словосочетание «Родина России». И мне в принципе понравилось. Почему? Потому что в Новгороде считается, что родилась письменность. Самые древние перестивные грамоты находят у нас в Новгороде. И вот очень много у нас церквей. Что-то я посмотрела, подготовилась к этому эфиру, 48 отреставрированных и какое-то количество еще не приложили руку, и они ждут своего времени. Сохранились сейчас из 48 то, что мы можем посмотреть в памятниках архитектуры, у нас действующих, наверное, больше половины, скорее всего. Мне так кажется. Ну, во всяком случае, когда я была свободна и этим летом для себя делала какие-то завесовки, я шла, и церкви были почти все действующие, либо это были музейные комплексы, в которые внутри тоже можно как-то попасть. Ну, в ручее время. Раз идет зависание и половину слов не слышно, вот что вы увидели и что сейчас снимет Ксения Николаевна, то у нас так вот и останется какие-то кусочки, уже будет только в протоколе, прочитайте, о чем я говорила. Ну, что ж. Жалко, конечно. Ну, ладно, я не расстраиваюсь. Хорошо. Значит, первые люди, которые встретили фондовую выставку, это, конечно, в Великом Новгороде, это наши операторы, что принимали почту. Это Петрова Наталья Николаевна, Петров Викторович Васильевич, а в этом году Альинцевич Татьяна Николаевна. И выставка состоялась благодаря таланту и усилиям таких людей. Дизайнер Марина Пачуева, она здесь сделала нам прекрасную афишу, мы ей благодарны. Архитектор Наталья Сыролева, она нам помогла с оформлением. Художник Татьяна Маркова, она участвовала в выставке и помогла нам с оформлением. Художник Алексей Харитонов участвовал в выставке и помог нам с развеской. Художник Юлия Сполохова участвовала в выставке. Помогла нам с развеской. А также Андрей Кукин, Марина Околович, Дмитрий Миронов, Виктория Тимофеева, Светлана Расхожева, Юлия Паршина, Полина Яковлева. Эти прекрасные молодые люди пришли к нам и помогли с развеской. Мы вам очень благодарны. Спасибо, если вы нам поможете в следующем году. Мы вас очень ждем, очень надеемся и на ваше участие в наших выставках, на том, что вы станете художниками. Мы вас с распространенными объятиями примем. И, пожалуйста, приходите. Мы всегда помним о вашей работе и ждем вас на следующую фондовую выставку. Мы, может быть, снова встретимся. Также в протоколе зафиксированы обязательно те художники, что были отобраны на прошлом собрании. Их было 15 человек. И почему-то тут написано, что еще был приз зрительских симпатий. Я их тоже зачитаю. Андреева Анна Викторовна была отобрана из Санкт-Петербурга. Корцебашева Наталья, поселок Укрым. Белобородова Ольга из Москвы. Волкова Анна из Москвы. Гордиевская Елена из Москвы. Гроссман Алиса Юрьевна из Москвы. Дегтярева Ольга из Ижевска. Журавлева Дарья из Тосна. Кишмещан Ерю из поселка Отрадный. Коваленко Ольга, Владивосток Кузнецова Дарья, город Выкса. Куликова Елена, город Астрахань. Лукьяненко Оксана, поселок Лесной. Мешков Михаил, город Санкт-Петербург. Пескун Ольга из Санкт-Петербурга. Отре из зрительских симпатий. 16 автор, который был внесен в том, что он будет экспонироваться в 2024 году. Лариса Шукшина из Москвы. «Солнечный зайчик». Небольшая работа портретная. Я ее хорошо почему-то запомнила. Не знаю, что-то мы там долго отбирали. И решили не 10 взять, а вот 15. И еще плюс. Еще одна работа. 16. Второе важное событие, что у нас состоялось. Уже прошло. Но у нас планируется второй этап. Это был пленарный тур от Союза акварелистов Бабаи Утары в рамках первого международного арт-симподиума. Оно прошло в августе, что-то две недели. Члены Союза художников, члены Союза акварелистов были приглашены. И художников тоже были приглашены. Это такое совместное у нас было. И мы ехали в Тюменяк. Это Татарстан, наверное. И, наверное, да, Тюменяк. Это поселок Тюменяк. Это было где-то недалеко от Уфы, по-моему. Там что-то потом в Уфу ездили. Я не ездила. Я поддерживала информационно. И что-то там с документами тоже я помогала. Помогала с документами. Но я была в курсе. Я смотрела все эфиры, что шли на площадке ВКонтакт. Очень была рада за наших художников, что туда поехали. Две недели их катали на лошадях. Они пекли пироги. Я обзавидовалась, девчата. Вот честно, я вам завидую даже сейчас. Я как вспоминаю, с какими вы лицами довольными. Ваш этот вот пленэр, который прошел. И выставка потом сформировалась. И сами вы все там что-то... И вы там жили. И вас, значит, инициативно авторская группа проекта была. Фанир Галимов, председатель Совета Татарской Селы России. Камиль Ибрагимов, комитет фестиваля, член, почетный член Союза акварелистов России и член Союза художников Республики Татарстан. Рузиль Имамов, комитет фестиваля, организатор, пленэр, симпозиум Баба и Утары. Он же художник и режиссер. И была Ольга Викторовна Петрова. Я член Совета правления Союза акварелистов России. Я тоже была в организаторах. Но я все делала по интернету. А вы поехали и отдохнули две недели. Это был бесплатный пленэр для наших художников. И мы, конечно, если вы нас еще раз пригласите, еще соберем нашу прекрасную двадцатку лучших наших авторов. Нарисуем вам лучшие картины и с собой, конечно, их увезем домой с этого пленэра. Выставка запланирована также. По поводу пленэра сразу была выставка, была небольшая. А сейчас она запланирована передвижной. И вот еще там нас увидят в Уфе. И где-то там вот нам расскажут, где это будет выставка. Потому что я ищу документы, что и где она проводится, не получала. Но вот именно пленэр на работу вы можете посмотреть в ВКонтакте. Это наша группа «Союз акварелистов». Прямо по поиску набирайте «Союз акварелистов». И либо пленэр «Тюменяк», «Баба Литары». Вот так вот. Мечтаю туда поехать. Очень хочу. Еще раз пригласят. Обязательно вот прям сяду и поеду. На конях я очень хочу покататься. Прям мечтаю. Ну вот, собственно, я рассказала о том, что у нас закончилось. Значит, что быстренько о том, что у нас запланировано. Наш протокол с планами выставочными, он будет опубликован в группе ВКонтакте. Вы его сможете прочитать. И тут вы прям даты увидите. Все. Ну, то есть, вот все по плану. Я могу просто, чтобы не проговорить. Потому что я так поняла, что 15 января по 15. А чего вы стоите-то? Все заняты. С 15 января по 15 февраля у нас открывается фондовая выставка «Союз акварелистов». Я уже говорила, в технической школе в Великом Новгороде. Значит, затем у нас запланировано крупное пятое биеннале современной акварель в Алуште. Прием заявок начнется с 1 января под бой курантов. Приглашаем художников. Положение о биеннале опубликовано в группе по биеннале и также в Союзе акварелистов России. Тоже ждем заявок. И мы соберем наш самый лучший фестиваль. Биеннале – это би, это два, он – это год. Вот этот фестиваль проходит один раз в два года. Получается, мы в этом проекте 10 лет. Это раз оно, пятое юбилейное. Значит, и, собственно, вот и все. Ну, что вот, все такое вот, все я… То, что было, я рассказала. О планах я рассказала. Что еще? Комментарии, что там мы там… Сейчас я возьму камеру в руки, я почитаю. Мы, да, мы технически, прошу прощения, еще раз как-то плохо подготовились. И, видимо, теперь будет еще не полный эфир, а будет какие-то кусочки, уже что-то там потом опубликуется, мы смонтируем. Ну, что делать? Также второй пункт – это тут прямо нужно голосовать, и мы проголосуем уже теми людьми, что здесь присутствуют. Ходательство о присвоении почетного звания «Заслуженные деятели искусств» Еврагимову Камиду Наби Ахмедовичу. За большой вклад в развитие культуры Республики Татарстан предлагаю возбудить ходатательство, подготовить документы и отправить в Министерство культуры Татарстана вот это ходатательство о присвоении почетного звания «Заслуженный деятели искусств Республики Татарстан» почетному члену Союза курилистов России Еврагимову Камиду Наби Ахмедовичу. Просто мы начали подготовку этих документов, что-то у нас там, какие-то мы там справки, где-то 30 дней что-то ждите, какое-то вот что-то. Ну, вот у нас будет сейчас протокол. Я считаю, что Камиль Ибрагим, он вступал в Союз Ахмедович в 2021 году, а потом его была прекрасная, замечательная, она вошла в фонд. Также он постоянно участвует, активно участвует в жизни Союза акварелистов. И вот предложение от Республики, от Министерства культуры, чтобы мы инициировали, мы поддержали, нет никаких оснований не инициировать и не предложить его кандидатуру. Я считаю, что прямо вот, прямо надо сделать это, будем инициировать. Я считаю, что документально мы это можем сделать, и мы это сделаем, потому что художник прекрасный, все его знают у себя. И, возможно, когда-нибудь потом мы все вспомним, особенно те люди, что в 2021-м вступали вместе с ним, что мы были с нашей историей, стояли рядом, и что-то вот мы все были вместе. Осталось третий, самый крупный, самый большой наш пункт, это принятие новых членов в состав Союза акварелистов России. Экспресс-выставка, она подготовлена. Я вижу, что картины уже подготовлены, часть я видела в интернете, что-то для нас с сюрпризом, потому что художник присылает ту картину, которую он хочет прислать, он решает сам, как он себя будет позиционировать. У меня здесь список от А до Я, у нас вступает 178 художников. Фамилии вы сейчас видите в прикрепе в интернете, в группе Союза акварелистов России, прямо сверху в шапке группы висят этот список. Ничего мы не меняли, у нас как 178, там вот прикрепи сейчас все видите, так у меня сейчас здесь в протоколе эти 178 человек. Вы видите себя, тот, кто вступает, кто не вступает, может посмотреть и видите вот количество, ничего другого у меня в протоколе нет. Прямо перечислять фамилии, конечно, я сейчас не буду, мы не практикуем это. И каждое общее собрание, я говорю, давайте, пожалуйста, посмотрите сами. Протокол собрания на руки выдан людям, что здесь сейчас присутствует, они тоже это все видят. Ну и вы сейчас это в интернете можете увидеть. Вот у нас идет список, и у меня он точно такой же, как у вас. Вот 150 от А до Я по алфавиту наши новые президенты. И на этом списке, видите, голосовали за, против, сейчас мы проголосуем, посмотрим работы и проголосуем. Это будет в конце нашего собрания, примерно под 18.00, и мы включимся в эфир еще раз. Сейчас я пройду с камерой, сейчас мы посмотрим наши картины, что прибыли на выставку. Я очень рада была стоять сейчас здесь с вами. Посмотрите, я, может, я и мало говорила, ну, даже не час, ну, уже сколько смогла. Если будут вопросы, там как-то в комментарии они сменивают, и уходит вот это полотно. Если вы задали вопрос, и вот прям нету ответа, вы, пожалуйста, его несколько раз напишите. И, скорее всего, оно, сейчас, когда мы запишем, оно все останется. И, может быть, мы сегодня даже вот вечером включим эту запись, и сможем ответить на эти вопросы, на эти комментарии. Я просто технически еще немножко, ну, извините. Но мы всему научимся, у нас все вот прямо впереди. Я даже рада, что вот я прям постояла, с вами поговорила. Спасибо большое, что вы были с нами. Мы не прощаемся, мы сейчас посмотрим. Я с камерой пройду по всем, прокомментирую, что я вижу, что понимаю, что мне нравится. И вы можете там написать, какие вам картины тоже понравились. И вот мы сейчас начнем слева направо. Но я пойду в перчатках. Ну, раз уже я в это вязалась, тогда я кусочек Ксения Николаевна там с ней сейчас, кусочек для видео и мы фромонтируем. Тогда получается, что мои записи только прямые. А фотографии с вас и фотографии с Ксении Николаевны, и запись Ксении Николаевны. То, что мы сейчас... Я с первым выговорю, что это первые этапы хора. Отобрали технические акварели, в плане техники акварели. И из них сейчас отберутся эта десятка великолепная. В прошлом году это было 15, в этом году я чувствую, что очень сильные, очень хорошие работы. Вот там даже смотрите, портретный ряд у нас. И отберутся тоже, может быть, не меньше. Но всякое это точно, это то, что будет у нас. Еще раз потом включусь в прямой эфир, и мы уже посмотрим то, что отобрали. Вот. И у нас еще завершение. И мы еще с вами увидимся. Вот отобрали сейчас, в первом этапе. Вот так вот делаю запись, и потом еще раз включусь. Уже извините, что я кусочками, но просто тут у нас какие-то технические моменты. И люди писали, что очень сильно нарезают сайт. Все. Третий раз меня ждите в эфире. Ну, тогда, на 18, может, что-то закончим. Ну, как-то, что-то получится. Все, пока-пока. Еще раз третье раз. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что вы были с нами. И у нас, напоминаю, 1 января начало приема заявок на Беннале. С наступающим. Всем всем успехов в следующем году. С Новым годом. С новым годом. С Новым годом. С Новым годом. С Новым годом.